Доброго времени суток, дорогие милые люди! Очень рады вас приветствовать на очередном групповом сеансе. И у нас сегодня 22.04.22 года. 22.04.22 года. И ровно через 5 месяцев у нас будет выступление 22.09.2022 года. И каждое 22 число мы будем говорить об этом почаще. То есть будет представление Великой Матери, духовного перерождения человека. Интересный, грандиозный проект. Очень красивая подача материала. То есть настолько все продумано. Знаете, как я говорю, небесной канцелярией, небесными нашими помощниками. И я думаю, он будет иметь очень большой успех, потому что затрагивает каждый внутренний мир каждого человека. Сегодня время, время уникальное. И наше занятие – это для тех людей, которые готовы к великим изменениям. Для тех, кто желает развиться. Для тех, кто готов к освобождению от страданий, всяких неурядиц, ситуаций и тому подобное. От своего эволюционного несовершенства. Для тех, кто готов исцелить свое состояние и за счет этого увеличивать и достойно содержать свое здоровье. Я бы так сказала. Это все для вас, мои дорогие люди. И именно, скажем, вся подготовка человека идет сегодня со стремительной скоростью. Это вы должны учитывать. И, как прежде, не будет основное донесение на планете, с планетой, с человеком, со странами, с государствами. Почему? 7,5 миллиардов людей уникальнейших миров сегодня подошли к какой-то крайней точке. И так-то жили без любви. А сегодня они подошли к тому, что началась… Знаете, как я говорю? Одна суть встретила другую. Суть новая в человеке и суть прежняя. И одна одной говорит, пошли, нужны изменения. Потому что прежняя суть человека зашла в эволюционный тупик. Как, сколько, две-три тысячи, сейчас неважно, две-три тысячи тысячи лет человечества, знаете как, шло от одной стадии, скажем, инволюции до другой, от одной стадии познания любви до другой. И так это все всегда смещалось интересным событием. Или войны. Вот такая стадия была. То есть вертикаль, люди не выходили практически. То есть стадия была постоянно зависела от отрицательных энергий самого человечества. Вот почему я сейчас и сказала вам про эти две сути. Прежняя суть в человеке должна преобразоваться и уйти. Для чего? Для того, чтобы встретить это наше новое время, встретить эту новую эпоху, которая очень стремительно развивается. И с прежней сутью человек не, он не то что не сможет, а он не сможет, не то что он не сможет попасть в эти события, скажем, нового обновления, да, так. А он просто останется в своей прежней сути на очень низких возможностях для своего эволюционирования и реальности. Да, мы много пережили, мы много ходили, мы много испытывали, мы много изучали. Но подойти так вплотную к вертикальному развитию через инструмент божественно-святой любви у нас не было возможности так глубоко познать свой внутренний мир. Мы ходили, да, много практикой, мы изучили всего-всего-всего, но мы не могли войти именно вовнутрь себя. Почему? Потому что много чего не хватало. Время, во-первых, еще было не подготовлено для нас. То есть если сейчас развитие, такое высокое развитие набирает обороты, то время именно такого развития, например, 2000 лет, конечно, были последователи у наших миссионных людей, то есть которые приходили на Землю с одним и тем же. Все рассказывали о любви, все передавали инструменты, но эти инструменты как-то быстро терялись. И человечество сегодня подошло к этой точке невозврата, где здесь встал два выбора. Или оставить все как прежде, или выйти все-таки в унисон с этим новым временем, с обновлением новых энергий и обновлением самого себя. Вот такой вопрос, я считаю, сегодня встал перед каждым человеком. С контрактами он пришел, без контрактов, да. С какой миссией и задачей это не, знаете как, не умаляет этого времени и этой скорости времени. То есть сегодня я вывела таблицу, которую показываю, как происходит эволюционное смещение миров и наши переходные стадии. Я сразу уже по-серьезному пошла, потому что это серьезная тема эволюции человека. Люди никак ее в обиходе не применяют. Сколько раз вы сегодня говорили о своей эволюции? Понятно? Вот оно, вот она западня. Вы можете сказать о чем угодно, но только не вымолвить это слово. Почему оно, чем оно такое, скажем, почему оно не входит так глубоко, это слово? Отношения к нему прежние? Ну, Дарвинское вы имеете, по Дарвину, ну это одно. Дело в том, что высокоразвитые люди, они, как отношения? У них уже отношение к этому поменялось. Они просто раскрыли в себе ту часть готовности, где они видят, что от обезьяны человек не произошел. Ну, понимаете? А вот слово эволюция, ну да, лучше поговорить о погоде, лучше поговорить о одежде, это понятное дело, чем о своей эволюции. То есть вы считаете, что это слово неуместно в материальном мире? Тогда о чем не говорим? Так вот, смотрите, эволюционное смещение миров, оно идет наряду с развитием человека ног в ногу, и даже выше, я бы так сказала. Само слово эволюция, смотрите, это процесс развертывания, раскрытия человека. Понимаете? И в одном слове заложена достаточно высокая частотность. Вот почему вы не проговариваете в обиходе. Оно заложено достаточно высокий смысл. Смысл. Почему? А потому что не доросли еще туда. Я сейчас объясню, почему. Человек растет как на уровне сознания? Сначала от этого сознания, потом оно возрастает. Смотрите, потом это. Потом вот так вот, да? Это сознание. Значит, если сознание вырастает так, значит, эволюция еще впереди идет. Знаете почему? Потому что она является процессом раскрытия, развертывания и как ориентир в развитии человека. Вот о чем разговор. То есть вы говорите, мой внутренний мир, а подразумеваете слово эволюция. А вы говорите вы его в обиходе, не будете выговаривать. Почему? Да потому что оно ведет как локомотив. Понимаете? Оно, вот это слово, его я по просмотрам даже смотрю. Все, что угодно смотрят, а эволюцию, когда я включаю сеансы, да, они не смотрят. То есть просмотров меньше. А почему? Здесь же вся глубина сути устройства человека. Понимаете? И не одного человека, а человечество в целом. Наше человечество, которое проживает сегодня на этой планете. И у нас идет еще выбор, кто куда. У нас еще идет выбор, кто остается в низких, кто остается в высоких. У нас еще идет выбор у земли. Или ей вот так поступить, или вот так. У нас еще идет выбор между миром и войной. И у нас везде выбор. Понимаете? Это слово, которое нельзя вымолвить в постели, да, там, на пикнике, когда вы шашлыки едите. Согласны? Значит, оно таит в себе огромный смысл. Огромную частотность в ней заложено. В одном только слове. И, кстати, она женского рода. Понимаете, о чем разговор? Так что я думаю, хотя бы в мыслях, вы его все-таки, готовьте себя к этому слову. Почему? Потому что оно, еще раз говорю, у вас подтягивает. Для того, чтобы человек усовершенствовал себя и раскрыл. Ему нужно постоянно видеть или слышать, куда подтягиваться. Смотрите внимательно. Куда и зачем подтягиваться. Да, мы знаем, что низкие реальности, средние реальности, высокие реальности, это все отличает. Да, мы знаем, как меняется состояние из минусов в плюс. Если прежнее состояние, это уже минус, будет такая же реальность. Если более высокое состояние, мы можем удерживать хотя бы более-менее гармонию в материальном мире. То есть вы это все изучаете. Но без этого слова это ваш поводырь с сегодняшней секунды. Мы слышали о нем, кто-то рассказывал о нем. Но мы не понимали, вот эта божественная суть, она идет за этим словом. Понимаете? Почему? Потому что тело в прежнем делает привычки, и у нее на уровне сознания как раз. И не воспринимается это слово в обиходе. То есть мы выговариваем мат, мы выговариваем все, что угодно, мы можем ругаться, мы можем там еще что-то, еще что-то. Много материального всего, но мы это не выговорим в таких состояниях. Значит, нужно поднять состояние для того, чтобы клетка работала. Вот как вот увеличение божественной святой любви, да? Ведь вот это эволюционное прозрение, это как раз связано с этим словом – эволюция. То есть процесс раскрытия и развертывания, и там он не ограничен. Вот в чем дело. То есть масштабность этого перехода, масштабность этого времени, масштабность этого слова работает сама за себя. Позамечайте, сколько раз в день, и почему, по какой причине, когда вы находитесь рядом с природой, или что-то делаете в материальном мире, посмотрите, почему вы его не выговариваете. Я понимаю, что вот у нас приходят новенькие, да, они приношу великую любовь и благодарность, говорят, два года учатся. Благодарность, которая иерархиями, и вот этот макет, который мы даем, они тоже не сходу. То есть надо человеку адаптироваться в этих энергиях, чтобы просто взять листочек и проговорить это. Значит, если у вас осталось, что эволюция – это по Дарвину, да, значит, вы не сработали еще, не сработали. Теперь есть куда раскрыть себя. То есть это вас уже будет, ваш локомотив, который будет постоянно вас переводить с одного уровня в другой уровень, на более высокий. Нам по-другому не поменять те прежние реальности на более высокие, не поменять. Сейчас мы его меняем за счет состояния, сейчас мы его меняем за счет увеличения божественно-святой любви. Но оно должно идти в совокупности друг с другом. И вот сегодня человечество подходит к какой-то крайней точке. А теперь смотрите, а почему и так-то жили без любви, я еще раз повторюсь. А теперь нужно сделать, знаете, энергетическое восхождение Земли. Смотрите дальше, что идет. Она восходит, человек остается в прежнем. И смотрите дальше. Для него, для этого человека, поскольку он энергетически отстает от планеты, значит, у него получается смещение. Куда? На уровне сознания. Для него мир начинает работать. Если мы в своих мирах живем и смотрим, что у нас здесь более-менее, здесь более-менее, знаете, как устойчиво, здесь более-менее, здесь более-менее, то когда сознание начинает смещаться, у человека получается, что в его реальностях начинает все рушиться. То есть он не воспринимает это как обновление, смотрите, он воспринимает происходящее с собой, в своей семье, смотрите, в мире в целом. Он думает, что это рушится. Он не думает о том, он даже не может это подумать, потому что у сознания смещены энергетические уровни. Вот так вот. Если человек где-то держался вот на этом уровне и держал свое сознание более-менее, то сейчас при таких скачках земли он этого не сможет сделать. Вот о чем сейчас разговор. Поэтому смотрите дальше, что получается. Значит, если он не может сделать, на том уровне, на котором он был развит, он сюда идет, его откатывает просто вниз. Только из-за чего? А из-за того, что его сознание смещено, и он думает, что здесь разрушение, а это обновление. Представьте, все как бы наоборот. Как бы наоборот, удержаться такому человеку, я в духовных людях, удержаться такому человеку на своей прежней, вот этой точке невозврата, на своей, это практически невозможно при таких смещениях. Смотрите, вот такие рельсы, да, не знаю уже как объяснить, и вот так вот, вот такой диссонанс с землей, например. Естественно, у человека произойдет падение, обязательно. И чем больше земля дает скачок, тем падение человека. Значит, как ведет себя сознание? Оно смещается. О каком мы эволюции? У него идет, вот здесь вот инволюция, у него внутри идет. А хотя вроде, все вроде как прекрасно. Подождите, смотрите. И вот эта точка как раз невозврата в эволюции. И делает что? Он считает, что у него вроде как, он видит разрушение где-то и говорит, что у него ничего не происходит, у него все нормально. А у него уже сознание находится уже на низких уровнях. Выправить там сознание одной радостью невозможно. Вот сегодня куда мы подошли. Да, это глубокая тема, очень тонкая. Преждевременно в эфире мы посмотрим, выпускать его или нет. Вот о чем я говорю. Но я обязана ее прочитать. Как вы не поймете, что если вы не проговариваете, у вас скорость исполнения низкая получается. Сейчас этап проговаривания, корректного проговаривания. Что вы в себе увеличиваете, что вы в себе. Хорошо, радость, благодарность. Это более привычное. Я могу сказать, что это даже глобальнее, если взять в масштабах мироздания, глобальнее, чем разговаривать о душе своей. Намного глобальнее. Вы потом поймете это. Вот. Эволюционное смещение миров. Смотрите. Значит, что у нас здесь происходит. Как только 0,5 Гц, вот эти вот сейчас, даже сейчас, при вот досюда, вот где-то у нас, да, получается досюда. Это полное смещение. И даже 1 миллион Гц сейчас мало по сравнению с планетой. То есть люди эволюционно отстают. Понимаете? Выправить эту эволюцию очень сложно самостоятельно, потому что там очень много всего. Я сейчас не буду перечислять, у нас просто не хватит программы. Так вот, смотрите, это вот примерная, примерно средний показатель берется. Здесь 0,5 Гц, даже 100 Гц. Это представьте, если до 12-го года это было у нас, сейчас скажу, эволюционное развитие, где-то сейчас в 10-м году, да, это где-то было, считалось, 40 Гц, это человек уже такой очень, это целители, это такие люди были с большими, как его, возможностями, да, то есть и в духовном плане, и в этом. Почему сегодня оказалась часть духовных-то здесь? А вот только потому, что эго не дало им пройти вот эту точку невозврата достойно. И смотрите, 40 Гц, представляете, это 2010 год по сравнению. 40 Гц считалось, как сегодня вот этот показатель где-то, 10-20, 10-40. Представьте, это 2010 год, среднее. И смотрите, сегодня, 2022 год, что произошло. Я почему говорю про смещение, потому что везде присутствует многоуровневость. Смотрите, если человек воспринимает мир как разрушение, как, как вам сказать, не как обновление, у него большие проблемы духовные. Вот даже это можно сразу определить по человеку. Вот о чем я говорю. Сначала они, знаете, как, это как вот потаенная болезнь в теле, да, только потом она когда-то спусковой крючок снимает и выходит. А здесь это проявляется в обвале полностью, на самом деле, в разрушительном. Не только состоянии, а в разрушительной реальности. Она для них кажется именно такой. И вы доказать человеку ничего не сможете. И не надо этого делать. И не надо. Вот это вот почему очень важно сейчас нам изучить и потом сфотографировать. Только не сотрите. Для того, чтобы понимать свою эволюцию. Это очень... Если вы будете это все понимать, разбираться в этом, значит, вы будете понимать, как человечество сегодня падает к этой точке невозврата. Понимаете? Она сегодня именно туда направляет. А я же сказала, что любая эволюция идет или через войну для исчезновения человечества. Смотрите. И, как правило, эта война бывает последней. Мы сейчас разберем, чтобы вы понимали. Эта тема очень нужна нашей планете. Эта тема нужна высокоразвитым людям. Чтобы во всем в этом разобраться. Так вот, чтобы этого не допустить, а как, если люди находятся в смещении, у них сознание работает на низких реальностях. Значит, они что будут вырабатывать? Энергии войны, сопротивление и самый-самый низ своего развития. А им будет казаться, ведь каждый уровень устройства говорит, знаете, о чем? О любви и свете. Самая дьявольская система говорит о любви и свете. Потому что у человека, именно у создания, есть способность любить. Но эту способность любить мы до сих пор раскрыть не можем на все 100% с большими мощами. Почему? Потому что, еще раз объясню, если вы не проговариваете и даже не задумываетесь о таких вещах, значит, у вас реальности находятся по вашей частотности. Значит, это где-то средний уровень. Средний уровень. Устремление есть, а действие тела ведет себя так, потому что все заботы оставлены в материальном мире. То есть внутренний мир отображает сегодня материальный мир. Если у человека даже спокойно здесь все, это не значит, что он развивается. Вы понимаете, о чем? Потому что более глобальный, масштабный радиус, я бы сказала, охвата информации, доступа, да, то есть доступа, эволюционного доступа. Просто так человек по желанию, он не сможет это сделать. У него должно сознание быть готово на такие процессы. Вот я о чем. Так вот, смотрите, пошли дальше. Представьте, это 2010 год, 40 герц считалось, как сегодня считается, например, вот это вот, да? Представьте, какая эволюция, какой прогресс. Представьте. Но это же не все население в этом. И даже не 30-я часть, и даже не 10-я, а гораздо меньше. Здесь полное смещение. Даже это можно взять. Полное смещение сознания. То есть неуспевание за процессами на Земле и всей Солнечной системы, и именно смещение в мироздании, у человека остается сознание практически в трех. И если он еще раз, повторюсь, держал еще где-то на какой-то своей высоте, то сегодня оно мгновенно опускается. Вот почему такой диссонанс с людьми. То есть отслойка идет еще с большой скоростью. Отсоединение одной реальности, а их же там миллиарды, миллиарды. Вот это вот один уровень подразумевает кучу-кучу оттенков реальности. Вот это, почему я говорила, что, как это называется, этот, мерность. А, мерность, да. Мерность – это индивидуальная реальность, только индивидуума одного человека. Это очень мощь большая. А реальность – это общее, и они с подуровнями. То есть их какое количество, это сейчас не важно. Главное, в каком качестве вы пребываете в реальности. И вот что получилось. Мы вроде с внутренним миром работаем, 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 работаем. И оказалось, сегодня этого недостаточно. Глобализации нету. Не готовы к глобализации. Иначе бы вы это везде писали в своих этих, везде. Эволюция, эволюция. А почему? А потому что оно энергетически бы вас вот так вот, вот так вот подбрасывало постоянно. Мне порода работы приходится в день очень часто. И я потом вдруг задумываюсь, подожди, если вот эта организация, ну вы знаете, какая, вот так себя ведет. А представьте, это слово, в которое заложено столько. Это же слово всего прямо. И вот здесь я вот это вот и написала. Потому что это открытие, можно сказать, открытие эволюционного перехода людей. Понимаете? Еще земля скачки дает, опять идет вмещение. Человек не успевает вырабатывать эту энергию, не успевает ее нарабатывать. Вот почему у многих стареньких остановка произошла. Они вроде хотят, а они не могут, смещение вот это идет на уровне сознания. Не могут взять, не могут пойти дальше. А объемы все позволяют, а пойти дальше не могут. Сознание остановилось на определенной точке. Вот. И теперь, чтобы вытащить это сознание, это много-много чего нужно пересмотреть самому человеку. Вот оно. А земля опять скачки дает, и все дает скачки. Смотрите, для кого разрушение кажется, это плохое самочувствие. Для какой группы, вот практически вот досюда, у людей будет вместо развития состояние расплющенности. И это будет увеличиваться, понимаете? Это состояние трансформации. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот это вот, вот здесь вот. Это самые жесткие трансформации. Посмотрите внимательно. Как только земля дала скачет, все. Это самые жесткие трансформации у людей. То есть, почему такое повальное заболевание-то? Это заболевание не века, чума или корь там, или как это называли, всякие болезни, да? Это нет, это заболевание души, во-первых. То есть, низкие вибрации дают состояние перекрытия энергии. Человек не способен ее перекрывать, ой, получить, понимаете? И у него от этого идет, что тело, как ведет себя. Все, оно заболевает, оно плющит, оно, вот это растечность, нет желания действовать. Желание скорее уйти домой, это симптоматика, это симптоматика этого времени. Конечно, одни как-то нашли какую-то это, но сознание, еще раз, оно уже сместилось. Им кажется, что, вот это очень важно, им кажется, что они развиваются, а сознание, наоборот, смещается вниз. То есть, оно не так резко смещается, оно так плавно, плавно. Но вдруг, в одномоментность, этот человек осознает, что точно, он дошел именно до точки невозврата, в эволюции своей. Если один, представьте, вся масса людей там же. Сейчас мы не берем контракты, мы берем другое. Смотрите, вот здесь состояние полного заболевания людей, это не трансформации, а полного заболевания. Вот здесь уже, вот здесь вот, по нарастающей, смотрим, да, по таблице, вот здесь уже начались более-менее слабые трансформации. Слабые трансформации. Вот здесь вот они увеличиваются, но они не так разносят тело, как вот здесь вот. Понимаете, о чем я говорю? Потому что там тело не получает энергии, там идут заболевания, то есть разрушения на форме физического тела. Откуда оно пошло? Именно от уровня сознания. Откуда? Именно оттуда. И смотрите, чем выше вы поднимаетесь по энергиям, по своей эволюции, по своей лестнице, скажем, эволюционной, тем трансформации быстрее, мгновения заканчиваются. То есть у них нет такого болезненного исхода, как вот здесь вот. Смотрите. Причем в 22-м году это настолько ускорилось, то есть скорость 20-го уже, а скорость 18-го, понятно, она просто отличается на огромную. Вот сначала смещается сознание, вы должны это четко, осознанно понимать. Вот почему очень важно не допускать ни тени, какой там мысли в своем пространстве. Вы понимаете, о чем вообще рассказываю? Вот поэтому есть вопросы. Значит, чем ниже частотность, тем больше заболевания у человека. Вот это уже разрушительная энергия. Они не могут увидеть, что вот здесь вот созидательное обновление идет, как вот люди, которые развиваются в нашем направлении. Они будут заболевать, поскольку перекрывают потоки чистые, ну, энергии поступающие, не способны ее воспроизводить. Для этих людей реальности низкие. Вот и получается. Что такое смещение? Это вектор. Вектор, смотрите. Кажется, человек вертикаль, он устремлен, а по поступкам внутреннего мира, по его готовности, он находится вот здесь в разных диапазонах. Это касается абсолютно всего. То есть у него диапазон именно смещения. То есть если скачок земля делает, это, знаете, как вот так вот прям прыгает, то смещение ведет себя вот так вот. Вот так вот оно. Прямо плавно, медленно. Я хочу, чтобы вы поняли это. Плавно, медленно, еле-еле заметно. Вот так себя ведет сознание. И человек думает, что он в высоких реальностях, а он уже давно вот здесь вот. То есть его сознание направлено туда. Все, что вы проговариваете, идет к исполнению. Вот почему сегодня человечество и подошло к этой точке невозврата в эволюции именно. Потому что большая часть, почти 90% людей смещены уже с сознанием. Вот почему идет такое разделение реальностей. Чтобы хотя бы эти успели, они потом при желании человека, они, конечно, они подойдут за авангардом. А авангард-то вот. Понимаете, о чем я рассказываю? Вот. Это очень важная тема, очень такая глубокая. И, может быть, я ее рано начала читать. Ну, давайте так. Давайте ориентир дадим себе, возможность все-таки проэволюционировать еще быстрее, чем мы идем с вами. Для чего? Тела, подготовка. Вот сейчас шла отличная подготовка. То есть тело, причем оно ограничивало возможности человека, сейчас очень становится плавным таким. Понимаете, это уже в 22-м году, оно ведет совершенно себя по-другому. Да, там может перестраиваться еще кость, может ноги перестраиваться, да, там много разных. Почему? Потому что как только вы сместили сознание, у вас тот контракт, который убран, он прямо продвигается к вам ближе. Почему? А потому что шансов нет. Вот я бы так сказала. Мы же сейчас говорим о высоком развитии. И вот смотрите, и оно вот так вот идет, идет, идет. То есть кажется человеку, и он говорит о высокой любви, он все говорит, но он не делает с собою, не может. Неготовность сознания. Понимаете, о чем разговор? Вот здесь вот маленькая ловушка. И сегодня, кстати, человечество здорово подошло к этой точке невозврата, именно эволюционно. Как это донести? Через какие фильмы? Наверное, в фильмах это лучше получится. То есть через такую передачу. вот почему у многих, да, состояние души, выправить, выправить человека вот с этим состоянием души, практически мало шансов кому-либо. И самому у него энергии не хватает. И здесь вот как круговорот. И поэтому, когда подытоживаешь все возможности человечества, не беря исторические факты, а просто смотря, как даже ваше поколение, наших дедов, наших вот это вот, как все шло по одной и той же схеме. Понимаете? А сегодня, во время перехода, эта схема нужно изменить. Вектор. Вектор горизонтали, он должен измениться. И перейти, представьте, какой эволюционный скачок. И перейти сразу сюда. Представляете? И причем не когда-то, а в этом воплощении. А средняя, значит, у нас с вами продолжительность жизни это 70, 80, 90, ну стоп, пожалуйста. Есть шанс. Но я вам хочу сказать, когда пожилой человек лежит между тем и тем миром, когда свертывается жизненная программа у человека, он находится в двух мирах уже по возрасту. Например, там 80-90 лет. В основном 80, так средне. Он живет уже на свертывании жизненных программ человека. Вот и представьте, вот еще 10 минус, понимаете? Я о времени. И вот он живет как? Тело здесь спит. Это у стариков. Ну, знаете, да? А сознание уже в других мирах. Понимаете? Все. И он спит. Он живет уже в другом мире. То есть потихонечку, потихонечку готовится переход в тот мир. То есть человек уже в таком сознании, он уже не сможет ничего сделать для своего развития и эволюции. Вот еще есть у нас временное развитие, дальнейшее такое вот, серьезное развитие. Оно впритык, оно впритык идет. А шанс есть. Эволюционный шанс огромный. И чтобы не застрять в этих иллюзиях, мы должны соответствовать. Понимаете? И еще больше ускоряться. И еще больше. И еще больше познавать. Почему лекция, она не похожа, если та была точка невозврата, мы говорили про ситуации какие-то, да, как выплость, то здесь более глобальное. Почему? А потому что мы все равно в одной связке и подошли все равно к этой точке. То есть выбор. Чаша весов пока, ну, вы знаете, что я вам заговорить. Вот о чем разговор. Вот почему в низкие реальности будут уходить все больше и больше часть людей. Причем здесь орудует большая масса задействований существ низкого диапазона. Я не знаю только зачем, ну, как зачем. Это же источники. Источники энергии. Вот зачем. Но на срыве есть вероятность, да, вот такая вот. Есть вопрос. Тема серьезная, сразу говорю. Конечно, легче, сейчас, минуточку, легче говорить о внутреннем мире и петь себе песенки под нос. Но мы же в одной связке. Понимаете? Я слышу вопрос. Есть, есть, потому что развитие, оно может быть на той частотности, как вы к нему, к этому слову относитесь, да? Есть разница, есть, хороший вопрос, вот, а эволюционное развитие, да, то есть, еще раз, туда смысл, смотрите, процесс развертывания, раскрытия, мы это слово развертывание с вами даже не произносим, божественно-святая любовь, послушайте, это наш инструмент, вы помните, да, я всегда говорю, это тот инструмент, который нам дали, чтобы мы себя развили, хоть до какого-то уровня, чтобы не попасть в это переходное время в процесс смещения, понимаете, что такое смещение? Оно нежное-нежное и тонкое-тонкое, человек думает, что он развивается, а по факту нет, почему? Потому что он не вышел еще на глобализацию, я вот о чем пытаюсь, он себя еще единицей чувствует обособлены, он в познаниях только, смотрите, какой это человек, он в познаниях только, что, да, есть, что мы в едином, он только в познании, но он не ощущает этого, то есть его энергии, объемы не позволяют им еще это ощутить, что он в едином, и, значит, он отвечает за человечество, все, это большая подсказка, есть разница, вы же, когда, смотрите, дальше развиваем божественно-святую любовь в себе, да, это энергия, на которой мы состоим, а это мы подошли для все-таки принятия окончательного решения для своей души, понимаете, вот слово эволюция, именно для окончательного, а если человек не знает, что за этим стоит, значит, он не подготовил себя, ведь будущее, я же вам сейчас привела пример с возрастным, вроде 40, а оно уже 60, и 20 лет, вроде, должно было хватить на развитие, а не хватило, я вот, закладка будущего, вы понимаете, о чем я вообще, это все взаимосвязано, вот как одна мысль взаимосвязана, да, с отношением самим собою, и здесь все взаимосвязано, я должна была донести эту тему очень серьезную, но она должна у вас быть как ориентир к еще большему устремленности, чем есть, всегда есть локомотив, который ведет, нет такого на земле, чтобы его не было, всегда, это из людей, это из глобализации твоего сознания, скажем так, но сегодня готовность, я же по людям смотрю это, только материальный мир практически, да, мы знаем, что мы едины, а где мы едины, если у нас такие дела с вами, переход для одних, еще раз говорю, разрушение, для других обновление полное, да, вы выбираете обновление, осознание находится на этой точке, и оно выстрелит, вот о чем, то есть не хватает объемов, не хватает, чего еще, благодарности к себе не хватает, то есть что еще, на что обратить внимание, Тань, скажи твою версию, все-таки эволюция, это же глобализация, ребят, это инструмент подачи энергии. Я говорила сейчас о закладке будущего. Оно не закладывается по-другому, понимаете, ребята, оно закладывается именно, когда вы достигли уровня глобализации, я уже не знаю, какое слово сюда подошло, но вот это глобализация, пусть. Смещение, смотрите, вам это очень нужно будет, обязательно запишите и разбирайтесь в этой теме эту неделю. Почему? Смещение мы не учитываем, для новеньких, ребята, вот даже не парьтесь, берите то, что сможете понимать. Это я говорю уже для людей, которые, знаете как, серьезно выходят в развитие. Вот что, где они сегодня, вот в этом смещении, незаметном-незаметном, и застряли, а мы-то вместе, эволюция человечества считывается на тонких наших строениях, каждого человека и суммируется. Понимаете, о чем я вообще говорю? И мы поэтому и с вами сегодня и говорим, что это за точка невозврата, потому что мы не можем и туда пойти уже, а само время оно еще больше скорости включает, и процессы на Земле включаются, что мы не можем это взять и вот так вот выйти из этого. Стремительно. У нас медленная скорость, потому что мы сегодня, смотрите, это мы к чему подошли? Если у нас в 20-м году была скорость и мгновение, да, то есть мы успевали как-то. Нет, мы не успевали сначала, вспомните. Кто-то помнит этот период? Мы не успевали, у нас было трудом давалась наша работа со своим несовершенством, с трудом. Ну, то сейчас мы ее как-то адаптировали под себя, под свои скорости, под свои возможности. Мы росли, как бы, да, рост. В показателях это отслеживается. Ну, а зачем человеку показатель, когда он внутри это сам по себе знает? Там же открываются это все возможности, вот этого соединения в единое. Это же надо почувствовать, это в этом жить надо. Так вот, получается, я почему вам возрастные дела-то рассказала. Получается, что если арифметически это все, математики они умеют это делать, да, высчитывают это, высчитывают, так это же нам не важно. Мы, главное, не успели, действия нету. Понимаете, о чем я говорю? О будущем. А оно быстрое, просто наблюдая, как старики находятся между вот это, когда свертываются жизненные программы, они уже себе не принадлежат, все. Они в двух мирах живут, тело здесь, а уже сознание готовится, ну, совсем другому. То есть человек этот недееспособен к развитию, я вот о чем. А когда смещение, там вообще человек не понимает, где он находится. Понимаете, у него нет обозначения, где он находится. Он где-то между мирами, понимаете. А сегодня нам нужно это, наоборот, все перегнать, обогнать. И именно хоть кто-то возьмет ответственность, ну, не за все человечество, но представителей высоких реальностей. Вот я о чем. Тема интересная, кстати, очень. Конечно, мы не будем выступать с этой темой в медиадоме. Ну, вот, но это закрытая тема, я могу сказать сразу, потому что, наверное, мало найдешь людей, которые бы понимали ее и, главное, соответствовали. Понимать-то можем мы всю жизнь все понимать. Почему такие этапы идут? Смотрите, сначала человек понимает, потом он перерастает, потом знает, знания для него нужны, важны очень. А потом он начинает где-то уже повыше чувствовать. И все это имеет уровневости. Нам с вами на уровне понимания сегодня не только не прожить, а я вам говорила, что тогда человечество вместо 100 лет, еще есть вероятность сейчас все это сделать, да, будет тысячу лет. А это наши дети, правнуки. Это же бесценное богатство, закладка. Мы же у истоков. Представляете, разница какая. А там наши пра-пра и наш род по отцовской материнской линии. А не пра-пра. Это все им. Причем при таких вот процессах, как сейчас идут. А если вот это 100 лет убрать, а сделать 50. Это те, которые не хотят выходить на служение. И вот представьте, какой процесс можно запустить. Вот и подумайте. Давайте сейчас посмотрим наши показатели. А задача была? Ну, то ли еще будет. Нет, это один из толчков, знаете, куда, ребят? Еще больших прорывов, еще больших действий. Вот понимаете? Можно эту жизнь прожить распеваючи. И цветочки подрезать. И это, да, это все прекрасно. Но это не будет эволюцией для вашей души. Понимаете? Не будет скачком. Это завуалирование от себя, понимаете? В общем, вот этой проблемой всего человечества. Поэтому миссионные люди, они не смогут себе позволить находиться в прежнем, понимаете? Они будут действовать, действовать, действовать. Один, два, три человека, да, это мало, масштабно мало. Потому что по-любому из каждого низкого уровня есть всегда шанс перейти на высокий. И из каждого высокого уровня есть шанс упасть на низкий. Почему? Потому что там нужно досконально. А если у вас нет глобализации, значит, какие-то органы и рецепторы закрыты в виде зрения, да, внутреннего зрения. Закрыты, например, в этом, да, каких-то способностей. И человек в потьмах, он же не может в потьмах идти. Он должен чувствовать, понимаете? А чувственный уровень беспособности, он прикрыт. Там все одно цепляет другого. Что главнее, что нет, сейчас неважно. Сейчас главная ваша устремленность, чтобы вот эта вот идея, она горела там внутри. Вот эта эволюция аж горела, понимаете, о чем? Мы освоили божественно-святую любовь именно с примешанной низкой информацией и низким отношением с собой. Вот это вот на сегодняшний день божественно-святая любовь у нас протекает именно с этой примесью. Ребята, поверьте, что это так. Еще чистоты нет. И чтобы такие объемы там, даже вот эти вынести, вот это вот. И даже это не поможет еще быть в этой глобализации. Вот почему такое количество мастеров, учителей, всех тех людей, которые работают с людьми. Потому что настолько семь с половиной миллиардов людей, миров, что каждому свой учитель и каждому этот свой. Ну и так человек проучился и умер. Все. Что он принес? Да не успел он просто чисто физически. Если ему 50 лет, он вообще уже не успевает. Я вот о чем. А оно открыто. Говорят, вот, ребята, все открыто для вас. Понимаете? А взять мы не можем. Только почему? А потому что целый день мы делаем что? Ну давайте посмотрим правде в глаза. Хорошо? Вот что мы делаем. И поэтому видимость эволюции называется. Понимаете? Сколько мы изучили, да? Вот много прошли мы. Много. Разных стадий, разных уровней. Уровни. Все как работает. Но оно еще оказалось очень плотным. Вот как бы это ни звучало. Почему? Потому что, конечно, оно по сравнению, да, вы чувствуете. По сравнению с прежними состояниями. Чувствуете, какие люди, да, то есть рядом. То есть вы чувствуете разницу, произошедшее у вас. Но это с точки зрения физиологического тела, послушайте, да? И с уровня там сознания еще более. Все же имеет уровневость. Вот. Но с точки зрения все-таки эволюции человечества, я вас почему призываю к этому. Ну вот. Чтобы вы ускорились именно в отношениях себя. Более изучили. Еще более детально. Еще более углублено. То есть вам нужно свести именно скорость мгновения постоянного наблюдения за собою, чтобы это быстрее ушло. Потом наблюдения уже не будет. Понимаете? Там уже не надо наблюдать. Там все идет автоматически. Потому что что люди, которые давно ходят, работают все равно со своим несовершенством. Ну, оно только более тонкое, скажем. Что те, которые пришли. Конечно, разница огромная. Но, опять же, та же тема. Со своим несовершенством. Вот я о чем. Обратите, пожалуйста, внимание. Именно сейчас весь взор еще больше на себя. Почему? Потому что прежний мир. Мы не были самим собою. Потому что там минус и плюс не давали нам быть в этой истинной сути. А сегодня мы подводим себя именно к этой высшей своей создании, выше своей сути. То есть это чистое устройство человека. Давайте так. Чистое устройство. А там с прежним нельзя подойти. Не в физическом теле, а именно на уровне сознания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...